Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Офинарс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. И сегодня с пылу с жару на ПБЕ вышел новый чемпион сет, и мы посмотрим сейчас его скиллсет, так сказать. Поэтому усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, будем разбираться, что это вообще за перс такой, как он играется, и стоит ли вообще его покупать, когда он выйдет. Первое давайте, с чего мы начнем, это его пассивочка, пассивка сета. В общем, сета-то у нас такой боец, как видно, он накачанный, да, можно за него пресс покачать. Где здесь, вот, собственно, пресс качаем, мощный накачанный дядька, и его пассивка, она не совсем стандартная для Лиги Гент. В общем, он бьет с двух рук, да, то есть он умеет бить двоечку, как говорится, пушечную двойку. Левая коронная, правая похороны. Реально, типа, левая коронная, правая похороны. В общем, бьет он двумя, две автоатаки делает, как бы, по очередности, да, первая это левая, потом бьет правой рукой. Когда он бьет первую автоатаку левую, он наносит обычный урон с обычной скоростью атаки. Когда он бьет правую похоронную, наносится дополнительный урон, и при этом скорость атаки, именно анимация, я так понимаю, она увеличивается, аж написано, в 8 раз. Но я, честно, по ощущениям не сказал бы, что 8 раз, но да, побыстрее. То есть, все-таки, есть разница между левым и правым, боковым. Так что, желательно, конечно, использовать правую автоатаку, обязательно, в своем трейдинге. Но есть такая тема, то, что если мы с вами вот автоатаку даем левую и правую, да, собственно, две подряд. Если мы даем опять левую, отойдем чуть-чуть, то он уже бьет правой. Но если мы с вами дадим левую и отойдем, долго подождем, то примерно через 4 секунды, по-моему, пассивка спадает, и он уже бьет снова левой. То есть, здесь написано у нас в течение 2 секунд, вернее, не 4, а 2. То есть, 2 секунды, если мы не били, все, снова левой бьем. Поэтому, естественно, желательно сразу две автоатаки чередовать, а не одну. Собственно, урон дополнительный вы видите, да. Также, вторая пассивная часть, то, что сет при получении урона за каждый недостающий процент своего здоровья увеличивает свое исцеление, восстановление здоровья. То есть, видно, что мы сейчас с вами восстанавливаем 4 и 4 хп в одну секунду хилим, да. То есть, если мы с вами попадем под вышку, вышка нас бьет, как видно, уже 6, 8, 10, тут уже 15, 18, 22. То есть, понятно, да, чем больше мы хп теряем с вами, тем больше у нас, собственно, идет исцеление у сета, и он себя комфортно чувствует. Это позволяет на линии, в принципе, хорошо трейдиться стоять. То есть, если мы теряем хп, у нас идет хороший сустейн, особенно вкупе с какими-какими-нибудь предметами, типа Даран, Шилда, да, который и так хп блокирует, еще и подхиливает. То есть, своеобразная пассивка чем-то похожа на Гарна, да, то есть, имеет хороший сустейн на линии. Окей. Переходим к следующей нашей способности. Это кушка. Сет ускоряется в сторону противника на полторы секунды увеличивает скорость передвижения на 30%. То есть, если мы бежим против цели, да, вот, собственно, скорость передвижения стандартная. Если мы бежим к цели, то скорость передвижения у нас увеличена. Давайте с вами кулдаун понизим. Вот, собственно, видно, да, побежал. Смотри, какой мувспид получил. Мощный какой дядя. Также он заряжает свои кулаки и следующие две автоатаки, они уже не мощные, они уже пушечные становятся и наносят дополнительный урон, который зависит от максимального запаса здоровья цели и при этом еще увеличивается от нашего АД. То есть, видно, да, у нас сейчас 1,39% от АД. Если мы с вами сейчас давайте добавим золото. Добавляем золото и возьмем, например, какой-нибудь, ну, давайте вот Блэк Ливер взяли, например. У нас уже видно, что 2,19%, то есть больше стало урона, но физически увеличивается при этом от максимального запаса здоровья цели. Запомните, две автоатаки, это как бы очень жестко, да, то есть если у цели много здоровья, он будет очень хорошо справляться против танков, против других брузеров. Это жестко. Ну и, естественно, ускорение тоже приятно. Следующая способность, Вэшка. Тут вообще сложная способность, максимум внимания. В общем, сет при получении урона накапливает выдержку, то есть у него, в принципе, нет ни маны, ни энергии, ничего. Способности бесплатные, но есть выдержка, он типа терпит, понимаешь, мощный такой, терпеливый. И когда его бьют, он накапливает вот эту вот ярость и потом просто взрывается у него, значит, да. Силище его идет, вот ярость эта накапливается, как видно. Да, вот она пошла, пошла, пошла ярость. И вот при помощи вот этого вот накопления выдержки мы можем усилить свою Вэшку. Вообще ярость накапливается в зависимости от нашего максимального запаса здоровья. То есть видно то, что сейчас у нас может накопиться до 1490 выдержки. Да, если мы с вами купим, например, здесь сам Вармогов, то у нас уже выдержка будет накапливаться до 3000. Естественно, чем больше ХП, тем больше выдержки мы можем накопить. 50% от максимального здоровья, не забывайте. При этом, когда мы накопили выдержку, выдержка действует всего 4 секунды. Это важно. Но мы к этому еще вернемся. В общем, когда мы накопили с вами выдержку, мы можем усилить нашу Вэшку. Вэшка, она у нас таким образом работает. Вот такой вот урон, да, какой-то ромб, ромбом бьем, значит. Есть урон по центру, есть урон по бокам. По центру наносится чистый урон противникам. По бокам наносится просто физический урон. То есть количество урона равное, но по центру чистый, по бокам физический. Запомнили, да? При этом урон у нас зависит просто базовое значение 160. Потом у нас идет 25% от потраченной выдержки. То есть если мы с вами накопили, например, 3000, то представьте себе 25%. Это, грубо говоря, 25, 25, 25. Это у нас 750 урона, да, может получиться. Вот если у нас максимум выдержки сейчас накопим, то получим 750 урона чистого. Плюс получается 160, а то у нас уже получается 900 урона чистого. Представляете себе? Свэшки, кулдаун 4 секунды. 4 секунды, 900 урона здорового чистого. Плюс еще и от АД увеличивается. Я так понимаю, вот эта вот прибавка от АД, она будет идти как раз-таки к потраченной выдержке. То есть чем больше у нас АД написано, вот 9%. Если мы, опять же, с вами продаем, покупаем еще одну секиру, видно, что уже 13%. То есть от потраченной выдержки, опять же. Следовательно, здесь нужен баланс между здоровьем, так как чем больше у нас здоровья, тем больше мы выдержки можем накопить. И уроном, потому что урон нам дает, в свою очередь, прирост, ну, типа больше выдержки мы можем перевести в урон, да. Но все равно цифры просто катастрофические, на самом деле, страшные. И если, конечно, вот эту всю тему разогнать, то есть у нас уже там может быть по 1000 урона с Вэшки чистого наноситься противникам, если в центр бить. Если по бокам, то будет просто физическим носиться. Помимо этого, наша Вэшка с вами, она еще имеет дополнительный эффект. Когда мы нажимаем ее, активируем, у нас сет заряжает щит свой от потраченной выдержки на 2 секунды. И щит довольно быстро распадает. То есть вот я сейчас жму, да, видно, щит пошел. Щит активировался. И я могу, как бы, снова, опять же, настакать выдержку и снова щит активировать и так далее. То есть эта способность просто имбалансная. Она мало того, что дает огромный рейнджовый харасс и чистым уроном, и, как бы, АОЕ урон хороший для зачистки. Еще и, помимо этого, дополнительно щит мы получаем. То есть для трейдинга это просто мастхэв способность. 2 секунды довольно много, кстати, для щита. Следующая наша способность это Ешка. Ешка это, как бы, дядя такой мощный мужик просто берет и притягивает всех по бокам к себе. Стяжку, в общем, делает руками, кулаками. То есть вот если стоит противник, мы нажимаем, он так раз и притягивает его к себе со всех сторон. То есть с этой стороны сюда притянет, оттуда сюда притянет. При этом, когда он притягивает противника, противнику наносится урон физический, и противник замедляется на 0,5 секунды с замедлением 50%. Ну, на самом деле слабенькое замедление, да? Но я сейчас объясню, опять же, как все это можно использовать. Сейчас все будет. Также мы сюда, если вдруг мы сможем стянуть, но это прям очень сложно, это реально потно. Представьте себе, то есть нужно, чтобы враги стояли вот так вот, да? Чтобы мы прям между ними находились и могли сразу обоих стянуть. Хотя вот зона стяжки-то довольно большая, можно постараться. Но, в общем, если мы двоих стягиваем с двух сторон, тогда они вместо замедления, они получают стан на одну секунду каждый из них. Еще раз, если мы просто стягиваем, притягиваем противника к себе, ему наносится физический урон, и он получает замедление. Если мы притягиваем сразу двух, умудряемся вот так вот стянуть, не с одной стороны, да, а именно вот... Но, как бы, если с одной стороны они просто оба замедлятся, а нужно именно, чтобы они притянулись, как бы друг в друга врезались, и тогда они получают стан все на одну минуту, на одну секунду, вернее, и тот же самый урон получают. Теперь, собственно, сейчас пока что к культе не подошли. Еще что хотел сказать по поводу нашей вэшки. Тут есть очень такая интересная тема. Кто-то скажет, а я могу накопить 3000, там вообще миллион хп, там сейчас накоплю, будет true урон, teamfight ваншотну. Это в теории. На самом деле тут такая фишка, она работает очень странным образом. Смотрите, то есть вот я получил урон, 4 секунды идет спадание, да? А теперь что будет, если я получу несколько выстрелов? Раз выстрел, два выстрел, допустим, три выстрел. Отходим, смотрим. Раз, два, три. Понятно? То есть весь урон, который нам наносится, она не работает... Ну, то есть вэшка не работает таким типом, что вот нам нанесли урон, мы держим, потом нанесли урон в течение 4 секунд, он к нам добавился и обновился кулдаун. Такого нет. То есть каждый урон, который вы будете получать, он будет иметь отдельную фазу, отдельный кулдаун. То есть если нам, например, влетел там в эгар на 1000 хп, внес урона, да? Потом нас, например, еще кто-то стрельнул на 100 хп, вот у нас 1100, но у нас... У них разные кулдауны, понятно? То есть нужно желательно, конечно, вэшку не накапливать, а вот по возможности по кд жать. Иначе будем терять максимальный урон и максимум щита. Поэтому вот именно удерживать супердолго нет смысла. Зато если нас как-то прям жестко бурстанут на пол хп моментально в тимфайте, то мы можем фулл на стакать и как дать нам просто ваншот. Там 1000 урона чистого по всем. Это жестко. Теперь что еще касаемо ешки. Ешка дает замедление, а сама все способность довольно слабенькая, да? Но она умеет что делать? Она умеет притянуть и замедлить. Этого достаточно, причем довольно с большой дистанции. Этого достаточно, чтобы положить туда вэшку. То есть вэшка, как правило, наш хорас на линии, но если враг подходит к репцам, хочет зафармить, мы можем его притянуть, тем самым замедлить и туда уже положить вэшку под чистый урон. Так как он замедленный, ему тяжело, он уже не увернется, точно получит нормально так. И причем это дело все делается довольно быстро, это можно закомбить. То есть ЕВ, это происходит по сути моментально. Вот так, раз и все. Подрубили вэшку и начали ему двоечку прописывать. Противник теряет очень много здоровья за счет вот этого прока вашей пассивки под вэшкой, под дополнительным уроном, под замедлом, вэшка, прок, ну все, до свидания. Здесь уже плюс у нас как раз щит на 2 секунды. Этого будет достаточно вот этой комбы для того, чтобы просто уничтожать врага на линии. Если даже мы чуть-чуть хп потеряли за счет пассивки отрегенили, вот такой вот скиллсет у него, да? Ну и теперь переходим к самому интересному, к ульте. В общем, ульта это Джон Сина, как говорится, да, делает тейкдаун Хабиб, стиль Хабиба. Он просто подбрасывает жестко и вот так вот кидает противника, в партер переводит. При этом наносится огромный урон и замедляет противников, которые находятся в зоне поражения. Давайте подробно посмотрим. То есть наносится, сейчас вот, внимание, наносится, то есть сет подпрыгивает к противнику, делает проход в ноги, в общем, подбрасывает жестко, кувырок, все дела, пируэт, наносит физический урон, при этом, вот физический урон, да, вот написано, физического урона наносит 400, какое-то базовое значение, плюс урон от АД, плюс 60% от дополнительного здоровья схваченного врага. Вот это очень важно. Вот представьте себе, что, допустим, какой-нибудь танк, да, в тимфайте, волюбир, бежит тимфайт инициировать вражеский, вот у вас, у вас керри тут стоят, да, вот это вражеский волюбир, он бежит к вашим керри, у волюбира там 7000 хп, например, ты берешь или чё, гад какой-нибудь, берешь просто этого пацана, так, хочу, и все, и просто там, типа, 3000, представляешь, у него 3000 хп бонусного там, а 60% от 3000 это, я не знаю, там, 1000, сколько это, 1800, то есть там почти 2000 урона с ульты, просто ба-бах по тимфайту, и все, все противники погибли, просто всех АДшников фаншотнул, а кто выжил, ты его еще вэшкой, ну, это просто, это какая-то читерская тема, ты, 2000 урона можно бахнуть из кончуга, там, представляешь, под бафом Лулу залетает, ты просто подбрасываешь и фаншот всей команды, при этом довольно-таки легко, как раз-таки в бэклейн переводить, то есть мы ближнего толкаем, и уже прыгаем как раз в сторону, ну, керри, это очень круто, помимо вот этого огромного урона, враги еще и замедляются на 99%, 99, ну, по сути, это все, это уже Габелла, это уже стан, по сути, рут, потому что 99% ты будешь вот так вот идти, типа, очень больно, да, и на полторы секунды, это довольно большое время, по-моему, такое же замедление есть у Трандла, но у него на кушке что-то там на несколько, на долю секунд всего лишь там замедление идет, но тут именно на полторы секунды, и плюс зона поражения, как бы чем дальше враги от точки поражения, тем меньше замедление идет, но все равно оно достаточно для того, чтобы как бы навредить врагу, а если прям в центр попал, то это точно конец, плюс зона поражения, чтобы вы понимали, она реально здоровая, то есть если мы сейчас ультую его, смотрите, хопа, да, то есть видно вот разлом примерно вот досюда бьет, то есть зона поражения, она вот такая вот где-то, можно прям жестко раздамажить врагов, а если прям в центр попадут, то это точно конец, и идеальная тема, чтобы перехватывать ингейдж противника, вот так вот работает наша ульта, и в целом перс получился, как по мне, очень крутой, очень интересный, очень классный скейлсет, здесь есть и ускорение, здесь есть хороший харасс на линии, в тимфате может рогиться, и щит выживания, сустейн, здесь у нас есть еще и стяжечка хорошая, то есть дополнительный контроль, ультимейт читерский, также хотел еще рассказать о нескольких комбинациях вам сразу, которые я протестировал, можно естественно делать здесь флэш, ультимейт флэш, попробовать сделать, но и за счет пинга, вот я не совсем еще разобрался, то есть нужно будет потестить именно на лайв сервере, так как на пбе пинг очень высокий, и сложно эту комбо провести, не знаю, будет ли она работать или нет, в общем фишка такая, типа ты ультуешь, и время ульты, и резко флэш жмешь, но вот не всегда срабатывает, чтобы резко изменить направление, да, то есть вот так вот, вот как я сейчас сделал, да, то есть я жму ульт, и в тот последний момент флэшаю в сторону, чтобы как бы изменить направление, и враг вообще не ожидает, с другой стороны, зачем это нужно, зачастую можно просто флэшнуть в сторону, и отсюда уже ультануть, правильно, чтобы враг туда улетел, ешка, ешку, к сожалению, компить с флэшом нельзя, потому что когда мы кастуем е, флэш уходит в кулдаун, то есть не получится у вас е флэш сделать, например, там притянуть как-то, то есть сначала флэшаем, потом только ешку можно делать, зато с вэшкой такой проблемы нету, во время вэшки мы можем нажать флэш, то есть можно снять анимацию вэшки при помощи флэша, мы жмем вэ и флэшаем, вот собственно вэшка переносится вместе с нами, да, она не остается на месте, поэтому нет смысла делать флэш вэ, сначала жмем вэ и флэш, если мы хотим вот так дистанционно нанести урон, также хотел показать, что ультимейт позволяет проходить сквозь стены, то есть сет может пролетать сквозь стены к противнику, вот здесь, ну, как бы довольно толстая стена, давайте здесь попробую сейчас показать, поставим здесь вражеский манекен, переходим сюда, то есть можно при помощи ульты проходить сквозь стены, и можно перебрасывать противника тоже сквозь стены, если противник здесь, скажем, нам нужно врага к своим туда откинуть, мы можем ультануть и перекинуть его через стену, Это тоже работает, можно так его, например, к барону выкинуть, кстати, по идее мы будем задевать барона, скорее всего, и в таком случае враг будет получать дэмош, а мы будем убегать, это очень классно. Ну и в целом персонаж, если говорить про его механику, зависит от ХП однозначно и от АД. ХП-АД, то есть стандартный брузер, довольно невысокие кулдауны имеет, однозначно нам здесь нужно на него брать максимум КДРа, потому что КДР будет способности нашей бафы, чаще будем нажимать, чаще вышку жать, чтобы успевать по КД прожимать ее желательно, не терять вот этот вот бонусный профит от нашей выдержки. Поэтому обязательно хотим забрать 40 КДР, может быть, даже больше, использовать вот как нам здесь советуют, там Тринити, Стирак, это все еще попозже потэщу. Поэтому, ребята, если вам интересно, обязательно подписывайтесь, скорее всего, будет еще видео про этого чемпиона, мне перс очень понравился. Если вам тоже понравилось, обязательно пишите коммент, чего вам как вообще, он зашел, не зашел. Ну и увидимся уже в следующем видео, спасибо большое, ребят, за внимание, хорошего настроения, побольше побед, 6 раз, удачи, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok